Друзья, товарищи, всем привет! Недавно на нашем канале мы завершили так называемый французский цикл путешествий, в крайней серии которого был рассказ о деревне Бонценхайм. Зрители вроде как остались довольны и даже не против продолжения. А как быть, если мы предложим вам вояж в Чехию, пусть и виртуальный? Мы летали туда в 19-м году и сказать по чесноку – это сказка! Наш маршрут, как обычно, отличался от проторенных туристических троп. Ведь помни об основной тематике канала, мы сумели посетить удивительные железнодорожные локации, музей королевства железных дорог в Праге и даже крутейший рейлвей-музей в Лужне у Раковника. А еще полазили по средневековому замку, покатались на чешских поездах, забрались наверха туру, пражскую ТВ-башню, ознакомились с выставкой новинок от заводов «Алексваген» в Дрездене. Впрочем, не будем забегать вперед. Давайте понемногу будем выкладывать ролики чешского цикла, разбавляя ими основной наш контент – обзоры локомотивов и вагонов. Поехали! А знаете, какой плюс жизни в Москве? Это наличие международных аэропортов, откуда можно улететь почти в любую страну. Нам же пришлось сначала ехать в Белокаменную и только потом лететь в Прагу. Ну да ладно. Как говорится, в небе – значит дома. Мы любим летать. Каким бы пасмурным ни был день, знай, товарищ, поднявшись над облаками, ты завсегда увидишь солнце. Исключение составляют ночные полеты, о которых спел отличную песню уважаемый Дэвид Боуи. Заход на посадку – это важно. Давайте посмотрим. Очень интересно. И вот, друзья, волнительный момент. Мы на чешской земле. Аэропорт имени Вацлава Гавила, первого президента современной Чехии. Чтобы джентльмен понимал, этот аэропорт признан лучшим в Центральной и Восточной Европе. Вот так-то. Приключения начались сразу после выхода из аэропорта. Мы еще дома прочекали отели славной Праги и выбрали один из них по методу прикольные названия. Выбор пал на Дон Джованни. Хотя мы не бронируем гостиницы заранее, предпочитая договариваться на месте. И вот подошли мы, значит, к таксистам и говорим – «Шеф, два счетчика!» А потом спохвати леса. Это не земля родной и не Африка. Решили тогда спросить шофера по-агридски, дескать, свободен ли ваш кар и знает ли он «вис из-за гуд плейс». А он выслушал и говорит – «Молодой человек, вы можете гутарить и по-русски, я все понимаю». Ах ты, какая незадача! Мы-то думали, он нас примет за «американ боя». А нет. Чел-то оказался с Украины и сразу понял, что мой не американец. Шайса. Ну вот, едем мы, глядим, а кругом Прага, Чехия. Все такое нарядное, солнечное. Разумеется, интерес вызвал городской транспорт. Вы и сами можете видеть уровень и состояние оного. Эх, сюда бы наше КТМ-5. А вот и Дон Джованни. Как оказалось, братишка Донни заточен под классическую музыку. И весь интерьер это подчеркивал. Более того, еженедельно в холле этого заведения специальные музыканты исполняли арии Моцарта «Дон Джованн». Классическая музыка звучит там даже в лифтах. Вот такой лифт, ребята. Ну, примерно такой же, как в обычных, там, панельных домах и все такое. А интересно, какой номерок нам дал тот чешский дядька? Тут как-то треугольник не сделано, смотрите. Как в фильме оно, то есть это сияние. 361, 359, вон, сюда. Какие-то дядьки деревни. У нас какой-нибудь большой нахер не был. 357, 355. Как-то, чтобы потекло-то. Вот так. Товарищ машина. Тарам. Вот у меня номерочек такой. Тут музыканты жили раньше, они остались. О, что, 3 евро стоит. Да вы треванулись. О, покушать можно, смотри, это мини-бар. Надо бесплатно все мне тут. Мини-бар меню. Или тут я должен буду заплатить за это все? Сторик, в общем, вот такой кровать. Я буду спать сначала здесь, потом там. Так, что у нас за вид открывается с окна? Вот она, праха. Смотрите, репзи. Ну, конечно, это не на старый город вид, но вполне нормально. Что, плохо, что ли? Видишь? Вот трамвай, смотрите. Татра Т6, только сочлененные. Таких в России не длинет. С двух сторон кабина машинистка, нафига себе. Фельмешки без спешки. Вот такие трамваи. То есть, это полосы. Вон, открытая тачка. Тут что-то спасал он. Это мне могут за 700 злотых массаж. Да, даже. Йоу, это таким станом тогда не надо. А, это такой бэфром. Я просил полноценную ванну. А тут какой-то дичь. Иван, пофиг. Ну, еще все чистенько, опрятно. На зеркопе, посмотрите. Йоу. Это закрывается. Вот, все это закрывается. Смотри, как в электропоездах старых видал. Круто. Мой доволен. Опять-таки, трамвай можно смотреть 24 на 7. Первый день волшебного таинственного путешествия мы решили ограничиться пешеходной прогулкой в знаменитейшую Старую Прагу. Пожалуй, самое посещаемое место среди туристов. Этот район столицы с 1992 года относится к объекту культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь собрано больше всего памятников и монументов. Среди них Карлов мост, о котором слышали практически все. Друзья, товарищи, в следующей серии мы обязательно познакомимся и со старым городом Праги, и с Карловым мостом. Увидим своими глазами то, что привлекает туристов со всего мира. А сейчас давайте завершим это скромное вступление к чешским приключениям. Будем признательны вашим комментам под роликом и его оценке. И напишите, а вы лично уже были в этой удивительной стране или пока еще нет. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и... До новых видео!